Омск будет развивать дружеские контакты с Республикой Корея. Об этом шел разговор на встрече мэра города Оксаны Фадиной с президентом компании 2NB Entertainment Паком Техваном. Участники встречи обсудили перспективы реализации совместных проектов. Опыт сотрудничества в сфере культуры уже есть. В июле 2016 года в нашем городе прошел первый фестиваль классической музыки с участием исполнителей из Южной Кореи. Второй музыкальный форум запланирован на июль этого года. По словам представителя корейской стороны, на его родине Омский фестиваль занял первое место в рейтинге международных культурных проектов, в которых участвуют творческие силы страны утренней свежести. Столь высокая оценка дана благодаря условиям, которые создали гостям Амичи. Организаторы планируют сделать это событие традиционным и проводить каждые два года. Оксана Фадина убеждена, обмен культурными ценностями обеспечивает прогресс государств. И не только экономический, но и духовный. Благодаря международному общению появляются новые возможности для реализации совместных проектов, что в свою очередь позволяет лучше понять друг друга. Ключевое слово в нем – диалог, диалог посредством культуры. Сегодня между народами, наверное, самый эффективный инструмент взаимодействия, возможности духовного единения – это диалог, это обмен культурными ценностями. Я считаю, что такое взаимодействие нам нужно продолжать, поскольку вы, безусловно, правы, это повышает существенно бренд нашего региона на мировом уровне. В результате встречи на Омской земле международный диалог между нашими странами приобретет новый импульс. Появятся новые совместные идеи и проекты. Одним из них, в частности, может стать участие корейских детей в фестивале RoboFest, который проходит в рамках ежегодного Омского IT-форума. Со своей стороны корейцы готовы обсуждать и принимать предложения о мечей. Для меня Омск – это начало. Этот город – центр России, и именно отсюда нужно показывать всему миру лучшее, что есть в Сибири. Здесь должен начинаться экономический, культурный и образовательный рост.